Я здесь потратил битые два часа, чтобы просто его отскрипсти от стенок. Балки. Ладно, поехали. Чакой наш квест? Угу. Брайсерами курты. Кстати, я знаю, где по-моему из них искать. Привет, Грант. Так-так, что же наши маленькие... Это же наши маленькие чемпионы. Я слышал, вы провели ночь в замке. Честно говоря, я удивлен, что вы так рано вернулись. Вам понравилась еда? Да, вполне, но здесь мы не поэтому. Вот как? А тогда с чем пожаловали? Гранту объяснили ситуацию и рассказали о запросе королевы. Господи, вы ведь не шутите? Нет, это правда. Все до последнего слова. Я клянусь своей репутацией. Да уж, если Зен так говорит, то мне не нужны другие доказательства. Я помогу всем, чем я смогу. Можете на меня рассчитывать. Спасибо, Грант. Все Брайсер сейчас собираются в кильдии для создания плана. Подходите туда, когда вы сможете. Хорошо. Можете идти, мы встретимся на месте. Здесь вряд ли кто-то есть. О, несколько. Вошел еще одну. Привет, Карна. Хм, а вы посмотрите, кто тут. И с вами Старик Зейн. Что вообще происходит? Ну, это долгая история. Хм, звучит довольно серьезно. Карни объяснили ситуацию с запросом королевы. Это ведь не шутка, да? Это объясняет, почему все врата и порты перекрыты. Так, что вам нужно от меня? Ну, нам еще предстоит разработать план действий. Так что, пожалуйста, подожди нас в гильдии. Поняла. Я буду ждать. Отлично. Кстати, раз уж этот ушел... А, он жилет-то забрал, блин. Ну, ладно. Так, я знаю, что одна из них была в магазине. И один был в отеле. В своей комнате. Так. Так, в отель. Он вот здесь. Эмма, где он? А, вот он. Вспомнить бы хотя бы что-то еще. Но все как будто в густом тумане. О, привет, Курт. Хорошо, что ты здесь. Привет, Эстелли и Джошуа. О, извиняюсь, с вами. Ты ведь знаешь, что вчера мы все были в замке? Там эти двое приняли важное поручение. Важное поручение? Думаю, нам стоит рассказать всю историю. Джошуа объяснил все обстоятельства, связанные с запросом Ее Величества. Эй, вы серьезно? Как никогда. Поэтому нам очень нужна твоя помощь. Нет, я не об этом. Конечно же, я прошел, что Ее Величество обратилось к вам. Но это черный армемт. Что, полковник, он существует? Курт? Что случилось? Ты весь побледнял. Что это с ним? Отойдите. А? Тень, что? Что это было? Ты даже не прикоснулся, я его швырнула. Это, похоже, особая духовная техника. Она позволяет воздействовать на тело без прямого контакта. Обычно они действуют так грубо, но сейчас и времени не было. Как ты себя чувствуешь? Ах, вообще-то, намного лучше. Я вспомнил не все, но многое. Я немного пошатывает, но думаю, что это пройдет. Так что же ты вспомнил? Разве я не рассказывал о случае трехмесячной давности? Да, как-то потерял память во время работы. Кто-то попросил меня проверить этих людей в черной форме. А потом я забрал у них кое-что подозрительное. Это был черный армемт. Значит, поручил тебе это? Да, ваш отец, Кассиус. Сразу же я отправил армемт ему. Это все, что я могу вспомнить. То есть, Кэ, это был ты? Да. Кажется, я помню, что... Предлагал передать его профессору Ассалу на анализ. Понятно. Значит, тут посылку доставили вам. А ты помнишь, что произошло потом? Что-то случилось после отправки. Да, я покинул аэропорт, и кто-то меня окликнул. А потом... Я не помню. Все в тумане. Тебе лучше не давить на себя. Видимо, еще рано. Да, хорошо. Я просто удивлен, что я вспомнил хотя бы что-то. Тогда возникает вопрос. Кто это сделал? Может, это те парни из спецназа? Наверное, можно. А вообще не спецназа, а спецвойск. Тогда уж. Ведь они использовали этот мощный яд против Агата. Они могут производить и испытывать новые вещества. И они могли создать что-то, вызывающее потерю памяти. Да уж. Весело. Если учесть случившееся с главрем небесных пиратов, да и с мэром Делмором, нам стоит быть очень осторожными. Простите, что от моей памяти нет никакого упруга. Если я уверен, что попросил вас об одолжении, то я хочу вам помочь. Но... Ты точно справишься? Конечно. Память пострадала, но физически я в порядке. За мной долг. Поэтому, пожалуйста, позвольте мне помочь. Ну, если чувствуешь, что готов, то, конечно, нам нужно продумать план. Так что встретимся в гильдии. Хорошо. Спасибо вам. Отлично. Вот кто передал ту черную хрень. А теперь идем за тянкой. Этот шамп где-то тут. Вот она. О, Зейн и новые рекруты. Ты уже вернулась из замка? Да, видимо. Инолас, можешь тебя на минутку? Хм, узнать что-то интересное? Ну, даже слишком интересное. Это просто... Да, я вся внимание. А, здесь поговорим или присядем? А? Еще раз повторяю, это не шутка. Ситуация может обозриться в любой момент. И нам понадобится твоя помощь. Так. Извините, но моя голова просто не способна так быстро все переварить. Я не совсем поняла, но вы хотите, чтобы мы все собрались в гильдии, так? Да. Элнон посвятит тебя в детали. Ну, ладно, пойду и послушаю. Так, отлично. Идем сначала к лейтенанту. А, ну, кстати, лейтенант Шварц, она как раз в том же самом месте, где и Нел находится. Кстати, раз день прошел, может быть, газета новая появилась? Да, девятый выпуск. Ну, что ж. Так, ну, не знаю, куда идем, в редактуру или куда? Так. Так. Погоди, где она? Восточный, чистить соборы. Ты видишь запертание? А вот еще, это не дверь, а вот дверь. Кто это к нам пожаловал? Мы члены брейсеров, гильдии брейсеров. Мы хотели бы видеть сестру Элен. Ну вот как. Значит у вас не связь? Что? С монахией? Эстель, он хочет знать известна ли нам ее настоящая личность. Но у нас есть информация, которую она просила нас достать. Мне жаль, но ее здесь больше нет. Утром она попрощалась и ушла. А вы знаете, куда она могла уйти? Эх, если бы. Я был близок к королевской семье многие годы. И она всегда относилась ко мне тепло и доверяла. Но в этот раз она мне ничего не сказала. Несомненно, она не хотела, чтобы церковь была сильно замешана в том, что сейчас происходит. Понятно. Но я спокоен за нее. Когда она уходила, в ее глаза горел свет надежды. Я уверена, она ушла не от отчаяния, а с какой-то целью. Ну, хоть что-то хорошее. Тогда, ну, как тогда связаться с королевской гвардией? Что ж... Моля, от дождя в пустыне ты получишь песок. А нам пора идти. Все, что мы можем, это тихо ждать появления какого-нибудь из гвардейцев. Да, не самый лучший план, но другого не остается. Похоже, вы, как говорится, зашли в тупик. Помните, Эйдес помогает тем, кто помогает себе. Делайте все, что в ваших силах, а Эйдес позаботится об остальном. Усердный и честный труд всегда покажет верный путь. Я не знаю, где она. Мы не можем связаться с королевской гвардией. Ну, зашибись теперь. Так, а там что такое? Ну, тогда пошлите к редактору. Четка промахнулся. Шеф, это странно. Уже два дня нет никаких вестей. Ну, у него есть привычка забывать во всем погонять за сенсацией. Но, учитывая почти военное положение, мне тоже не нравится, что он пропал. О, привет, ребята. Привет, дорогие. Прошу прощения. О, это вы. Как раз вовремя. Добрый день. Мы пришли поговорить с Невом. Но, я так понимаю, его нет. Мы как раз о нем говорили. Его никто не видел ни вчера, ни сегодня. Что? Ни вчера, ни сегодня? Но мы говорили с ним позавчера вечером. Это правда? Что еще за правда? Ты же сама передала нам от него сообщение. Мы приходили сюда после полуфинала. А, точно, теперь я вспомнила. Так он вам что-то говорил? Например, куда он пошел? И что мне ответить? Ему кто-то позвонил. Да, я помню, что такое произошло. Ему кто-то позвонил, он сразу ушел. Эй, вы это серьезно? Да. После этого случая мы с ним не виделись. Нет, я поверить не могу, что Нил умер. Что? Кто вообще сказал, что он умер? Ах, сегодняшний день вообще все рейсы отменены. Но вчера они летали, так что он может отправиться в другой округ. Я уже узнал о списке пассажиров. Его там не было. Так что он должен быть где-то в городе. И вы двое последние, кто видел этого репортера. Вы ведь обсуждали что-то по его статье? Ну, такие нынче времена. Военные контролируют СМИ. Вы так не думаете, шеф? С этим, конечно, не поспоришь. Особенно разведуправление. Они цензурируют все, что мы пишем. Вы даже не представляете, как это раздражает. Это означает, что вы не получаете достаточной информации для своих статей. Но для репортера естественное желание донести до читателей как можно больше. Я понял. Похоже, он пошел проверить свои догадки, на которые разведка еще не вложила цензуру. Так, о чем он говорил перед уходом? Думаю, о... Бля, вот я не помню, о чем он говорил. То ли он говорил о прошлом Джулии. То ли о браке. Я не помню, о чем он говорил. Ладно, загружусь потом. Попробую. Давайте о браке. И на браке, кажется, тоже что-то такое говорил. Так, значит, не вам рассказал? Если это правда, то это будет сенсация. Он говорил, что раздобует доказательства любой ценой. И как ему вообще удалось об этом узнать? О подобном должна знать только королевская семья. Но он рассказал, что у него есть друг, который работает на королевской вилле Эрбе. Строго между нами он похож... Но похоже, террористы охотятся за принцессой. Поэтому ее держат на вилле ради безопасности. Я так и знала! Хм, вот оно! Может, тогда ему звонил друг с виллы? И значит, Нил сейчас там. Да не может быть. Хотя, зная Нил, он бы попробовал взять интервью у принцессы. А если солдаты его заметили, то тут уже поймали. Нет. Нил, покойник! Эй! И почему-то опять об этом? Если Нилу нарестовали, вытащить его будет непросто. Ммм... Держу пари, что принцесса Клаудия в такой же ситуации. А что именно вам известно? Вы знаете, что происходит в городе? И вообще по всему королевству? Извините, но мы не можем это обсуждать. Просто позвольте гильдии Брейсеров позаботиться о Ниле. Если его арестовали, мы постараемся его освободить. Хорошо. И пожалуйста, сделайте все, что можете. Пожалуйста, ребята, верните Нилу назад. Ну, можете у нас положиться. О, Дороти-то... Дороти-то няшкой оказалась. Так, ну что? Дело пропало. Возможно, он находится здесь заложников. Лейтенант Шварца нет на месте. Мы не можем свяжаться с королевской гвардией. Ну, а если так подумать, что лейтенант Шварц, она, скорее всего, пошла освобождать принцессу... Нашего, которая специализируется на воде. Это значит, лучшее, что мы можем сделать... Это пойти в гильдию и рассказать, что мы узнали. Остальные брейсеры уже в сборе. Есть новости от гвардии или от репортера? Мне жаль, сэр, их нет. Но уверена, что информации достаточно. Джошуа рассказала о том, что им удалось узнать о соборе и в редакции новостей Либерли. Ясно. Значит, мы можем быть уверены, что принцесса Клаудия находится на вилле. Жаль, что он не удалось связаться с гвардией, но мы хотя бы знаем, что их не схватили. Так, значит, начинаем совещание? Да. Нужно разработать план спасательной операции. Кстати, ребят, а кто и проходил игру? Я мог найти гвардию или нет? Все-таки. Надеюсь, вы все в курсе, что разведуправление планирует государственный переворот. С учетом этой информации следует считать, что мы имеем... Контракт на обязательство перед королевой Алисей. Я до сих пор не могу в это поверить. Мне стыдно, что не заметил меня одна раньше. Но я с самого начала подозревал этих парней. Но я верила в полковника Ричарда. И это он стоял за небесными пиратами и за мэром Делмором. Да, нас всех одурачили. И мы не можем позволить им выйти сухими из воды. Все готовы приступить к заданию? Еще как. Просто скажите, что делать. И я верну их свой должок. Я с вами, не сомневайтесь. И все будет хорошо. Да, у нас сильные союзники. Мы точно справимся. А теперь позвольте изложить детали. Мы должны действовать быстро. На кону стоят жизни. Это не самый элегантный подход. Но я считаю, что лучше всего будет захватить вилу прямой атакой. И у нас нет времени искать обход. Так что, видимо, это единственный вариант. Угу. Два отряда. Группа Прималка и Группа Спасения. Пока Прималка откликается на силу, Группа Спасения проникает на вилу. Но не забывайте, что мы имеем дело с спецотрядом разведуправления. Поэтому я предложил было добавить в Группу Засады. Эй, и куда настолько групп? Понятно. Тем временем, вторая группа приступит к штурму, обречая проникновение Группе Спасения. Хм... Неплохая идея. Немного уравняет шансы. Но нам хватит людей на 4 группы. Нет, не хватит. Я связался с другими филиалами, но из-за остановки авиасообщения нам придется рассчитывать только на себя. Черт. Блин, если бы Шер и Агат были тут. Тем не менее, я согласен с Зейном. Чтобы проводить такую операцию двумя командами довольно рискованно. Возможно, нам стоит пересмотреть тактику. Если вам не хватает людей, то мы можем помочь. Эй! Лейтенант Шварц? Приятно с вами познакомиться. Я командир Кольверской гвардии, лейтенант Джулия Шварц. На время миссии гвардейцы в вашем распоряжении. Вот. Андер, ты говорил нельзя. Она сама пришла. Хорошо. Ваша помощь будет неоценима. Я насчитала 9 человек в вашем отряде, включая вас. Да, остальные мои люди скрываются в городе. Я могу их собрать в течении часа. Да, это замечательно, но Лейтенант Шварц. Как вы узнали, что мы собираемся спать заложников? Ну, мы пытались найти вас в соборе, но вы уже исчезли. Вот как? Прошу прощения. Мне было лишь известно то, что вы приняли поручение королеву. Я узнал это прошлой ночью. Прошлой ночью? Но мы ведь сами с ней говорили только вчера. Я... Да, я в курсе. У нас есть свои источники. Судя по всему, это этот. Это орел. Не орел, а, блин, как называется эта птица. Главное то, что у нас есть приказ от ее высочества оказать вам помощь. И мы с радостью это сделаем. Эй, источники? Я тоже их хочу. Может быть, поделитесь? Я... Нет. Эстель, не отвлекайся. Важно то, что помощь гвардии позволит нам сформировать группы. Для засады и поддержки. Верно. С ними шансы на успех возрастают многократно. Теперь нужно сформировать отряды. Так точно. Вам нужно две группы приманки, верно? Думаю, пять моих людей хватит на одну из них. Да. Форма королевской гвардии наверняка привлечет их внимание. Именно. Мы нацелимся на авиаотряд, который дислоцируется в стороне от... Чего? Подождите, авиаотряд? Вы же не хотите? Боюсь, что она хочет. В стороне от турмаршрута. Кстати, да, там есть один участок, перекрытый со всех сторон. По моим данным, там развлечен лишний большой отряд охраны. Если мы нападем, им придется звать подкрепление с вилы. Теперь понятно. Отличный способ выманить противника. Когда подкрепление объявится, на них выскочит группа из засады, да? Ну, я знал, что годы охоты на монстров из кустов когда-нибудь окупятся. У нас есть канонер, и мы с ним справимся без проблем. Хорошо, два отряда есть. Теперь о группе спасения и второй приманки. Я считаю, что во второй группе приманки также должны быть мои люди. Спецназ большой вероятностью покинут посты, если их увидят. Тогда нам остается группа спасения. Ну, остальные отряды это наше прикрытие. А мы играем ключевую роль. Это не игрушки. От вас зависит успех всей операции. Убедитесь, что вы готовы к этому. Ах, боже, только не надо давить. Нет с чем беспокоиться. У нас все получится. Удачи любят храбрых. Кроме того, вы, ребята, ведь чемпион турнира. К тому же, мы отвлечем большую часть у противника. Если повезет, то безопасность заложников будет вашей единственной заботой. Джулия, Эллон, Зин, Я... Мы, Эстель. Правильное слово. Мы. Мы это можем. И мы это сделаем. Да, ты прав. Ты чертовски прав. Мы надерем их задницы. Да, вот это настрой. Значит, решено. Начнем операцию ночью. Темнота послужит нам прикрытием. У нас не будет возможности вернуться в город после начала операции. Если у вас есть незаконченные дела, другого шанса не будет. Эээ... Все серьезно. Я оповещаю величество о нашем плане. Хорошо. Сегодня ночью здесь. Правильно? Поехали... Ладно, полетели. Я не думаю, что я сумею подготовиться к этому всему. А что, это уже в три тела, что ли, решать проблемы? Вы серьезно? Ну ладно, я поверю в себя. Квестов нет. Тогда начинаем подготовку к операции. Так, мы здесь встречаемся? Это парк отдыха унитарного монумента. Наше место встречи. Единственный вопрос, смогут ли лейтенант Шварц и люди добраться незамеченными? Хм, вы можете не беспокоиться. О, недавно вы тут? Хм, вы довольно неплохо прячетесь. Но у нас немало сторонников среди горожан. Мы закончили приготовление. Можем начать, когда вы будете готовы. Хорошо. Эстель, мы ждем твоего приказа. А? Моего приказа? Именно вы получили запрос от его величества. Поэтому мы ждем твоей команды, чтобы начать. Но я же новобранец. Ничего страшного. Я думаю, ты справишься. Главное, не кричи, хорошо? Мы вам помогаем, поэтому у нас нет возражений. Я, эм... Давай, смелее. И не беспокойся о мелочах. Воспринимай все как должное. Точно. Хорошо, тогда начинаем. Слушайте все. Давайте спасем этих заложников. Нифига ж себе. Кораблик. Ах, есть хочу. Еще не время смены караула? Ну же, сосредоточься. Королевские гвардейцы могут нарисоваться в любой момент. Ах, избежал не больше десяти. Если полковник возьмет за это всерьез, мы их мигом переловим. Ну, если ты думаешь, что так легко, то иди сюда и попробуй. Что? Листан Шварц? Внимание, мы получили сообщение от корабля охраны. Точнее, от охраны корабля. Похоже, в них напала Королевская гвардия. Если поспешим, то сможем расправиться с ними раз и навсегда. Так точно. Ха, вот и хорошо. Воздушный корабль зак... Сокрыт. Вы не сможете им воспользоваться. Если бы вы послушались полковника, мы вас пощадили. Но теперь вы умрете, и вините в этом только собственное упрямство. Получайте. Прайсеры? Не может быть, вы же не пойдете против Королевской армии. Жаль разочаровывать, но вас уже объявили преступниками. Именем Королевы... Вы нас пропустите. Что ж, отряды начали действовать. Мы пойдем вперед и выманим оставшиеся силы ко входу. Пока они извлечены, вы сможете пробиться на виллу. Звучит неплохо. Ихрени вас, Эйдос. Музыка классная. Такие моменты. Хорошо. Кажется, получилось. Теперь наш выход. Хорошо. Так точно. Значит, да и есть Королевская вилла. Она великолепна. Определенно не хуже замка. Но это же религенция Королевской семьи. Эм, кажется, нас встречают. Вы кто? Не ваше дело. Разговаривай бесполезно. В бой. О, как мне сейчас весело нафиг будет. Ох, мисс. А вот эти ребята очень больно стреляют, на самом деле. А, не, не больно. Всего на 500. Я думаю, будет больнее. А, так они достаточно слабые, на самом деле. Они не сильно отличаются от мобов по урону. И пхп. Нет, пор он... А, резист? Рели? С каких-то пор у него резист? Ох ты еж. Плохо. Правильно. Я думаю, разрешил норму. Оп molecого. От микро. Я думаю, что Kommа смотрит. evolves мирcl hurricane. arriя-рель это. conflictוש Clank которая стали известны. 390 до 360 690 до 360 410 410 410 510 610 610 710 612 913 1012 Продолжение следует... 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 да экспорт он хорошо идет солдат слишком хорошо и а хос они держся вас тут Так как же вы задрали-то, а? Это не реально задрали? Это не реально задрали. Продолжение следует... 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 Не хватает мне. Ай, я травил, блин, урод. Да, еще и парализовал. Чурпинок, а? Блин, если не эта галерея, то где галерея-то? Я же ее где-то, блин, видел. Мать твою запятую точку. Вот она. А вот и ключ. Чего необычного? Запасной ключ. Нашла. Теперь мы сможем открыть ту дверь. А зачем запасной ключ спрятан там? Нелогично. Нелогично. Так, я думаю, что сейчас нас будут пытаться остановить, да? Причем конкретно так. Кто вы? Я вас раньше не видел. Эй, это вы выиграли турнир Геноборс? Так значит, вы из гильдии брейсеров? Верно. И полагаю, мы не сможем убедить вас нас пропустить. Молчать! Мы защитники непрестумной крепости. Без боя вам не пройти. Хули, ребят с олимардами. Ре-реально, что ли? Ребят, вы все поверили, что ли? Где вы достали? Где вы достали олимарды? Не знаю. Понятно. Ребята в себе явно поверили. Это было неприятно. В общем, понятно. С ними надо побыстрее разобраться, иначе... Блин. Что-то я не подумал. О том, что они могут тебе полостуть на... Все хп, фактически. Чёртовы гварды. Это не босс. Но это не босс, да. Это не босс. О, не добежал. Вот этого я и хотел. О, не добежал. Резист Я сейчас это че? Ооо Ооо, как все плохо Ладно, я не буду, наверное Че такие живы-то, а? Ооо, как все плохо Ух ты, он даже оллевел опнулся Триндец Ну это хорошо на самом деле делали Это вы? Привет, мы пришли спасать твою задницу Привет, Нео, похоже, ты почти цел Эй, вы серьезно? Эстерь, Джошуа Я не ожидал вас тут увидеть А? Принцесса? Приятно познакомиться, мы из Кильдебрейсеров Я думаю, ознакомиться уже поздно Итак, мы снова встретились Как и было обещано Эм... Клоя? Эстель Искренне надеюсь, что ты шутишь Ты должно быть... Ты должна была узнать меня раньше Да, но не в платье и с прической, да и вообще все такое Что произошло? Прости нас, Клоя Эстель не умеет с... Сомневаться в людях Эй, что это значит? Ну же, Эстель Нет, Шошуа Ты по-прежнему зовешь меня тем именем? Да, мне показалось Что оно тебе больше нравится? Или лучше звать тебя настоящим? Нет, но спасибо Я рад это слышать Ладно Так, что ты здесь делаешь, Клоя? И вообще, почему здесь нет принцессы? Она прямо перед тобой Это внучка королевы, принцесса Клаудия Эээ Эээ Как же долго до Эстель доходит Да, простите, что не сказал раньше Я боялась открыть правду Точнее, я собиралась вам открыть правду О преследовании встречи В Грандселе Но Полковник Ричард меня арестовал Но почему? Зачем принцессе скрываться В обычной школе? И почему ты назвала себя Клоя? Ну, я бы хотела, чтобы вы всегда меня так называли Мое настоящее Имя Клаудия фон Бла-бла-бла, короче Клоя это прозвище, которое Джилл составила из моего полного имени Хм, вот как Эм, а что тогда здесь с волосами? А, это просто парик Если бы я носил ту же прическу, что и в Академии То это добавил проблем Я поверить не могу, что сам не заметил Я видел достаточно ваших фотографий И помню вас По скандалу с мэром Руана Но я не мог слышать ваш тварь Ну, простите Но похоже, дядя Дюнан и Мэр Делмар тоже меня не узнали Ах да, а ведь герцог твой родственник А, я забыл самое главное Астель рассказала всю историю, включая то, что они пришли спасать Клоя по кознанию королевы Понятно Все вам троим Я вооружаю глубочайшую признательность за свое спасение Какое спасение? Ты все еще в добром зале А в зале там куча спецотрядов бегает Эй, да не стоит Черт, если бы мы знали, что здесь наша Клоя То никому бы и просить не пришлось Астель? Да, разумеется Но лучше оставить благодарности для ее величества Ведь это она и заслуживает Она не думала о себе только О твоем спасении Думаю, если ты будешь в безопасности Это придаст ей сил, чтобы противостоять полковнику Хотя это может и угрожать ее жизни Да, это на нее похоже Если ничего не сделать, она будет в серьезной опасности Так, хватит с меня этого фарца Ммм, принцесса? Что за... Она внучка генерала Моргана У нас дочерного в рта Хакена Наверное, они похитили ее, чтобы контролировать генерала Как и с тобой, ее величеством Это не пустая угроза У каждого человека В нашем отряде, что Есть мечта И нас ничто не остановит Эй, и вы этим гордитесь? У меня к вам предложение, сержант Пожалуйста, возьмите в заложники меня вместо ребенка Не вариант Хоть я и сказал, что нас ничто не остановит Но даже нам не хватит долг утром члена королевской семьи А вот внучка генерала Моргана подходит как нельзя лучше Она ценный заложник И ничего страшного, если она вдруг пострадает Ты чудовище Нет, я бы сказал отрос Жалкий, гадкий, дурной Ну, подбери определение Мех-мех, можете говорить, что хотите Вот-вот вернется патруль с Королевского проспекта Тогда мы прихлопнем и гвардейцев, и брайсеров Неплохо для одной ночи Боюсь, у вас не получится Мы уже встретили твоих приятелей по пути сюда Что? Тише-тише Все будет хорошо А вот и Шера Прилетела И вам привет Давно не виделись Шера? Ты пришла? Черт бы вас! Что вы себе возомнили? Некоторая просто не умеет себя вести Ну, пойми за любезность Эй, это жестоко И вообще, кто стрелял? Ну, Оливер, я полагаю Ну что ж И звезда драматически появляется Пошел вас на придержите аплодисменты До конца выступления И вот так драма превращается в комедию Приятно видеть тебя снова, Шера Давно не виделись Действительно, очень давно Я не думал тебя встретить в Либерле Но, если честно Я испытал огромное облегчение, когда услышала, что ты повстречал Эстели Джошуа Думаю, ты преувеличиваешь мои способности Впрочем, как и обычно Ну, а ты Похоже, ты стал еще красивее Я еле тебя узнал В самом деле Вдруг на меня нахлыло что-то похожее на ревность? Неужели я просто игрушка, которую можно выбросить, когда надоело? Эй, Оливер Аина ждет тебя в гости Она хочет еще с тобой выпить Простите, я был неправ Да уж, я помню Господи, а вы ни капли не изменились Я рад тебя видеть, Шера Но я думал, что армия перекрыла все заставы Да, мы переплыли озеро Валери на лодке И причалили к порту Гранцелла Ммм, да, хороший способ обойти эту проблему Но как ты встретил этого неудачника? А, в смысле, этого странствующего музыканта? Ну, мы столкнулись в местной гильдии Он был как потерянный щенок, так что мне пришлось взять его с собой Я просто не мог позволить такому веселому и интересному шоу продолжаться без меня А могу ли я бы спросить, кто эта прекрасная леди? А, точно, позвольте представить Внучка королевы ее, ювеличество, принцессы Клаудия И наша подруга Приятно с вами познакомиться И спасибо вам большое за то, что пришли мне на помощь Не стоит, мне лишь исполняют свой долг Брейсера И я едва ли мог высчитать себя джентльменом, если бы не пришел на помощь Прекрасная и благородная дамя Для меня честь познакомиться с вами Ваше высочество, с вами все в порядке? Джулия? Зик? Да, хорошо, я рада вас снова видеть Слава богиня, вы цельно невредимы Я так волновалась Да, я тоже В сколе Брейсеры, участвовавшие в нападении Королевские гвардицы объединились Оставив спасенных заложников отдыхать Эстель с друзьями собрались, чтобы оценить текущую ситуацию Нет слов, чтобы выразить, как мне стыдно И если бы не моя некомпетентность, то ничего бы этого не произошло Так стыдно, что я отдала бы свою жизнь, если бы это могло помочь Эй, пожалуйста, не говори такие вещи Я просто рада, что ты цела и невредима И спасибо за то, что ты пришла мне спасти Ваше величество Эй, я конечно тронута всем этим, но... Что здесь делает Зик? Он присматривает за ее высочество И заодно является посыльным Королевской гвардии Он ведь доставил вам мое письмо в отель Ну блин, господи, там было слышно, как хлопали крылья А, тем вечером Я догадывался, что это мог быть он И, видимо, так вы узнали о запросе величества Да, от Зика Ее величество передавало сообщения вместе с ним Но в большом зале, где держали принцессу Клаудию, не только Поэтому я сильно волновалась, что не могла с ней связаться А, ничего, кинфаркт не случилось, когда пришло это письмо Зик, нехорошо было оставлять его, не дав понять, что это ты Он извиняется Да, нет, все нормально И, кстати, со всеми солдатами из спецотряда покончено Почти, почти со всеми, что были на вилле Мы их задержали Но их немало осталось и в замке Гранцелла К тому же большая часть Королевской Гарвардии находится под контролем разведки И даже за пределами Гранцелла Если будем сидеть, виллу могут окружить И нас заклемят мятежниками Точнее, отбить, извиняюсь Ребят, сколько еще до конца? Я уже хочу закончить Я ведь даже не подумала об этом А, все верно Как минимум, можно доставить Клоя в более безопасное место Можешь попросить убежище в одном из посольств? Так как они считаются иностранной территорией, то им будет очень сложно до нее добраться А если мы захватим корабль спецназа, на нее можно вообще вывезти принцессу из страны Это, конечно, не решит проблему, но даст нам время найти выход Согласна, так или иначе, мы должны обеспечить ее безопасность Эм, послушайте Я понимаю сложность нашего положения, но... Можно мне сделать официальный запрос Брайсером? Но заложники спасены, так что я думаю, что все нормально Конечно, все зависит от содержания запроса Раз так, то я вынуждена попросить вас сделать невозможное Серьезно? Вы серьезно? Мы еле отбили этот долбанный особняк Теперь ты хочешь, чтобы мы отбили замок? Все офигеннее ситуация Вы поможете мне отбить замок и спасти ее величество? Ваше величество? Понятно Все правильно Пора помочь королеве Глупый вопрос, если честно, ведь ответ очевиден Но, ваше величество, вы... Просите не о маленькой услуге Совершенно верно Даже с нашими способностями атака в лоб не сработает Думаю, захваченным кораблем шансы есть Но нам все равно нужен хоть какой-то план У меня есть идея Пожалуйста, посмотрите на это Принцесс Клауя принесла вторую карту Ага, вот оно Вот та карта, которую мне кидали скриншот Хм, что это за карта? Это схема канализации Гранцелла На ней, среди прочего, показан проход Подвал замка Что? Что это значит? Как вы могли потерять связь с королевской виллой? Вероятно, ее захватили Или гильдия Или брейсеры Назуливые паразиты Разве не ты был командиром того отряда, младший лейтенант? Я сожалею Но что сделано, то сделано Нет смысла, наверное, затыкливаться Сейчас нам стоит усилить охрану замка Дабы не потерять королеву Да я без тебя знаю Закрыть ворота Чтобы ни одна душа сюда не проникла Единственное, что меня волнует, это атака с воздуха Да, мэм После этого соберите людей хоть со всего Либерли И отправляйтесь к Вилле Главный приоритет схватить террористов, обманувших королевскую семью Да, мэм Отличная работа Разумеется, в отличие от тебя Я давно с ними служу Клянусь, я защищу этот замок Пока его превосходительство отсутствует любой ценой Конечно, любой ценой Сейчас мы проверим, насколько клево у тебя цена Хорошо Вот как мы собираемся освобождать замок Гранцелла Во-первых, Джушуа и двое других проникнут в канализацию Гранцелла Вы попадете в казамы королевской гвардии и откройте ворота замка Понял Запустим пару фейерверков Что же, они будут к месту в начале последнего акта Как только ворота будут открыты Гвардейцы-человек-брайсеров пойдут к замку по улицам Нужно устроить настоящий спектакль, чтобы собрать всю охрану в одном месте За это не волнуйтесь Отлично, я уже предвкушаю Ваше Величество Я точно не могу отговорить вас Извини, но я должна быть там и помочь своей бабушке Кроме того Я умею управлять воздушным кораблем Надеюсь, это пригодится Если бы я знала, что до этого дойдет, то бы ни за что не стала Вас учить Да нет, все в порядке, лейтенант Мы будем присматривать за Клоэн Клянусь, она будет в безопасности Нет, без шума и пыли ты не понял Армия даже не знает, что принцесса И королева в заложниках Потому что армией командует лейтенант А против королевы и, соответственно, принцессы только спецотряды Ну, спецотряд, который сформирован на разведке Только он И все, больше никого Я понимаю И, пожалуйста, сделайте все возможное После того, как люди из замка соберутся в одном месте Эстель и ее команда Преземлятся на террасе Затем они ворвутся в комнату королевы и спасут ее Так точно Обе операции начнутся с полудимой звонок колокола Всем оставшимся в боевой готовности Точнее, всем оставаться в боевой готовности до этого момента Ладно Задача поставлена Выполняйте И разойдись Есть, мэм Джошуа Пожалуйста, будь осторожен И не рискуй по-напрасну Да, все будет хорошо И ты будь военкой, что? Не переоценивай свои силы И прикрывай шеру Хорошо И что бы ни случилось Помни о нашем обещании Встретимся в замке Грансела Да, я буду ждать Хорошо Никто не знает, какие монстры в этих анализации Пожалуйста, будь внимательным Знаю И буду И не переживай насчет Астель К тому же вы очень выросли за время своего путешествия Это видно не только по вашим навыкам, но и в ваших сердцах Ну или по крайней мере мне так кажется Шера Что это значит? Ничего Давай оставим это на потом Даже во время кризиса и паршивства не соскучишься Да, именно так Тогда Думаю нам пора отправляться До встречи И храни вас Эйдос Так, я теперь понимаю, что сейчас Сейчас у меня отряд разобьют И я буду играть двумя разными отрядами Это конечно прикольно, но Но нет Верните мне Джошуа Эй, принцесса Ты никогда не думала, что судьбы этих двоих как-то связаны? Да, наверное Они всегда по другу улыбаются И я даже немного завидую Похоже Теперь вместо обычных солдат Город подтвердивает Спецотряды Видимо враг В отчаянии после нашего визита на вилу Охрана куда сильнее, чем обычно Может нежная мелодия моей лютни Расслабит? Станешь привлекать внимание Тут парень схватит тебя быстрее, чем скажешь Что? Мюллер, кажется Да, был такой Нам не стоит То есть Нам ни за что Нельзя подходить к посольству империи Там может быть опасно Да, очень опасно Ну блин, Грен Ты как-то загнул Ну, нам все равно Некогда туда идти Спускаемся в канализацию Как только подготовимся Блин Блин, я конечно понимаю, что прикольно Ни фига не прикольно Некогда Некогда И как мне воспользоваться деньгами, чтобы подготовиться? Вот ты мне скажи, пожалуйста. Пожалуй, куплю еще один. Ну что, пошли не вскрывать. Канализацию. 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 Канализацию.